Всем привет! Вот и наступила осень, унылая пора, но всем пчеловодам, я думаю, некогда внувать и все мы в работе. Сейчас на пасеке я хочу провести кое-какие профилактические работы от клеща. Я об сейчас расскажу, покажу и хочу сказать спасибо добрым людям. Нашел я ревень и сейчас буду их высаживать. Как только наступила осень, у пчел сразу упала активность, нету того гула, лета привычного. Просто они по одной летают, собирают пыльцу с оставшихся, медоносов, пыльциносов, уже все не так радостно. Ничего, настанет новая весна и будет все по-новому. Вот он, мой ревень и готов к высадке. Для чего я буду высаживать на пасеке, сейчас вкратце расскажу. Ямочка, ревень, водичка. Не первый раз я у старых пчеловодов слышу о том, что они его использовали, ревень использовали как профилактика от клеща ура. Каким образом? В середине сезона во время главного взятка никаким образом, допустим, лист ревня сверху на рамках не помешает пчелам. То есть, обгрызут они его. Возможно, клещу это не понравится, какой-то из них попадает. Возможно, это просто как бы... Ну, я думаю, в любом случае он не помешает. Возможно, это полный бред. Ну, я думаю, в любом случае, как бы хуже им от этого не будет. Я сверху этот листочек кину на рамки во время главного взятка. Сейчас я его посажу в эту ямочку. Выбрал место возле забора. Так, он, наверное, больше тенек любит, лопух. Заливаем ямочку водой. Даем водичке немного впитаться и высаживаем этот наш корень ремня. Еще раз повторюсь, что это не является стопроцентным методом борьбы с клещом, но как метод профилактики, как утверждают старые пчеловоды, я попробую. Думаю, что пчелам это не помешает. Я не утверждаю, что это супер средство. Поэтому, кто хочет, попробуйте. Кто не хочет, не пробуйте. Водичка очень быстро впиталась. Еще чуть-чуть подалью и высаживаем. Еще раз залью сам корешок. В следующем году, если примется, будем собирать урожай и проверять этот метод на своих пчелках. Итак, второй метод борьбы с клещом варва, метод профилактики, можно так сказать. Это вот в аптеке я взял эфирное масло пихты и эфирное масло сосны. Что я делаю? Вот такой вот колпачок, левый доматок, внутрь я вставляю ватку и делаю очень просто. То есть, капаю сюда 5 капелек этого масла, может чуть больше и 5 капелек этого эфирного масла. Вот что делаю дальше. Кладу сверху на рамки и накрываю пакетом с сиропом. То есть, вся пчела, которая будет подходить к сиропу, заодно, если на ней есть клещ, если ему этот аромат очень будет неприятен, будет сваливаться с нее опять-таки, ну вот так вот. Такое может облегчение для пчел и неприятный аромат для клеща. Далее я все это покажу. Немного доньку к челкам. Как я и говорил, эту сеточку кладу им где-то по центру и сверху закладываю ее сиропом. Вот так. Все, все это дело накрываем и пускай плещ радуется. Поразу ее в окно с кигулочкой. И здесь. Накрываем. Вот таким образом я делаю профилактику против клеща. Как она, насколько эффективна, пока не могу ничего сказать. Но вот, раз им не нравится хворя, я пробую таким образом его протравить. Вот такие осенние профилактические работы против клеща вруа я провожу на свои пасеки. То есть, всегда работа найдется, несмотря на то, что погода унылая, на улице тепло, где-то плюс 20. Ну, все. Всем всего хорошего. Пока. Удачной подготовки к зимовке. 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 Продолжение следует...